Всем привет! Сначала нового влога. Я тут немножечко приболела. У меня акклиматизация, наверное, ну или, не знаю, кондиционером продула и в самолете, и в отеле, как в челах. Все будет нормально. Так, сделала небольшой заказ. Бумажные полотенца без них никуда. Горошек. Вот это очень вкусное тоже мороженое. Сейчас одну съем. Батон. Сыр. Такие сырки взяла с твердым сыром. Прикольно, кстати. Может быть, на завтрак у меня температура, состояние такое. Новая альмета взяла с изысканным розмарином. Не пробовала. Попробуем. Творог. Вот эти Яшкина вкусные. Вот такие. И, знаете, какие еще вкусные. Вот такие вот в молочном шоколаде. Очень прикольные. Бекон сырокопченый. Сметану вот эту очень любим. Ну, я вообще прям ее люблю. Мне она очень нравится. Взяла вот такой сыр с плесенью, с благородной. Что-то, не знаю, захотелось. Фаш говяжий. Сосиски. Тесто слоеное, чтобы сделать сосиски в тесте. Вот такую вот форель я взяла на завтрак. Я люблю вкусно. И вот такие вот лепешечки. Все. Надо будет завтра мужа отправлять за мясом. Закупку мяса делать. И, короче, за все это дала почти что 3000, девчонки. Вот так. Вот эти лепешки многие писали. Виана, там ужасный состав. Ну, как бы, ничего не могу сказать. Состав, возможно, и ужасный. Но на завтрак это очень вкусно. Вот. То есть, для меня прям просто обычный лаваш, он, знаете, он, когда ты его пускаешь в тостерницу, он засыхает и крошится. А вот эта вот лепешка, она не засыхает и не крошится. Очень с ней вкусно получается. Это, как бы, не призыв к действию абсолютно. Вы не едите и, как бы, не ешьте. Ну, вот. Я иногда беру. Девчонки, продолжаю снимать свой влог. Мне немножечко получше. Я надеюсь, что у меня нет температуры, потому что вчера это было, конечно, для меня новостью. Я сейчас борюсь с пигментацией вот этим кремом. У вас на видео, кажется, они более яркие, хотя при свете они намного светлее. Этот крем можно использовать только на ночь, в данный период времени, потому что активно солнце. Так как я дома и пока буду сушить волосы, я решила еще с утра тоже его так вот наносить. Потом я его смою и покрою солнцезащитным кремом. Тот, кто пользовался экспериментом, тот знает, что сначала пятна краснеют, потом они, знаете, становятся как такая корочка, и потом они сходят. И пятна намного становятся светлее. Просто здесь вот на камеру у вас, они смотрятся намного темнее, чем на самом деле. Я это средство всегда использую после моря, потому что после моря у меня активно очень это все дело вылазит. Не надо мне писать там про то, что нужно делать, что не нужно делать. Девочки, поверьте, я что только не делала, чем только не мазала. Анализы сдавала. В общем, просто я теперь с этим живу и эпизодически борюсь. Пока я буду укладывать свои волосы, пока я буду приводить себя в порядок, у меня все это дело поработает. Так, я хотела же вам сказать, что я все-таки купила вот этот крем от Medipill. Я вам уже показывала в Телеграме. Это крем, который идет именно для области шеи и декольте. Я о нем, если честно, не знала. И чисто случайно я наткнулась на этот крем в запрещенной сети. Кто-то, ну вот, листала эти сторисы. И кто-то вот прям, что типа он реально очень крутой, классно помогает. Посмотрим, как он будет классно помогать. Вот, вчера мне девочка подписчица написала, что горьяный очень хорошо использовать на влажную кожу, потому что там есть пептиды. И я делаю вот так вот тоником. Прям протираю зону декольте и шею. И вот эту вот часть тоже. Где овал лица? И беру этот крем. Беру я его девчонки лопаточкой, чтобы... То, что объем здесь большой, 100 миллилитров. И он, знаете, вот так вот тянется. Так вот я его распределяю на пальчики. Видите, это потянущийся. И вот таким образом я его прям на влажную кожу наношу. Он очень приятно пахнет какими-то травками. Вот. Я надеюсь, что пока у меня не совсем все плачевно с шеей, если бы я о нем знала раньше об этом креме, я бы им, наверное, пользовалась уже давно. Я просто, честно, его не знала. И очень много положительных отзывов на этот крем. Так что вот он... Все, я его принесла. Пахнет очень приятно травками. Короче, я буду им пользоваться. И посмотрим, девчонки. Потому что вот здесь вот, когда я ему говорю, у меня собирается старость. Вот у вас тут не видно. Но я вижу иногда. Не всегда, но иногда вижу. Посмотрим, как он будет работать. Вот. Я надеюсь, что он мне поможет. И на самом деле, очень много подделок на него. Потому что цена, например, в золотом яблоке 3000, он там 2,800. На Валберисе есть и за 1000, и за 1600. Я купила на Азоне, потому что на Азоне есть вот эта вот кнопка, что товар проверен, и что оригинал. Я купила там за 1400, или за 1600. Вот. Так что, если кто-то таким пользуется, пишите свои отзывы, пишите свои комментарии. Будет очень интересно. И вообще, косметика МедиПил мне интересна. Если она действительно классная, почему я о ней не знала? Я помню, что кто-то мне когда-то писал про эту косметику. И я как-то, честно сказать, не обратила на это внимания. Вот. Так что, девчонки, кто пользуется еще какими-то крутыми средствами от МедиПил, которые реально работают, которые реально помогают, пожалуйста, пишите. Вот. И я с огромным удовольствием почитаю тоже и воспользуюсь. Так, пока у меня тут волосы еще. Я беру щетку, девчонки, у меня каждое утро. Новый заскок. Я теперь работаю с такой щеткой. И вечером делаю недовольный массаж. Знаете, что могу я вам сказать? Я, конечно, по объему не знаю, но то, что кожа подтягивается, это прямо у девчонки сто процентов. В закрытом моем телеграм-канале, видимо, с девочками мы ведем здоровый образ жизни. Вы знаете, я помню, ладно, простую вещь. Я знаю, что сейчас будут смотреть те же подписчики, которые там. Тот, кто действительно заинтересован в процессе похудения, кто делает то, что я рекомендую, удовольствием реальный результат. Тот, кто срывается, тот, кто себя не настраивает, у того, результат хуже. Но, девчонки, я вам могу сказать одну простую вещь. Я такая же была, как и вы. Я сто раз начинала, сто раз бросала. Ну, я поняла одну простую вещь. Пока ты сам вот здесь в своей голове не поймешь, что действительно ты хочешь похудеть, действительно, что ты хочешь привести себя в порядок, действительно, что ты хочешь подтянуть свое тело. И пока ты не начнешь действовать, ни один пендаль волшебный, не волшебный, не даст тебе ничего. Можно рассказать все, что угодно, как правильно питаться, ну, как бы, простые истины. Но самое главное, только ты сможешь сама это начать. Вот и все. Вот, конечно, нос плохо дышит. Так что сухая щетка каждое утро, это буквально там две-три минуты кожа начинает краснеть, кровь лучше поступает. И я еще прохожусь кремом. И я вижу, девчонки, как реально мой живот подтянулся. Вот прям правда, очень хорошо. Так, уберу вот такой крем у меня сейчас и мажу свой живот. Потому что у меня живот и бока это самая такая, ну, проблемная зона. Я думаю, всех девочек рожавших живут это проблемная зона. тем более у меня после кесаревого второго, ну, второго я рожала через кесарево сына. И там все равно кожа такая, знаете, немножко как бы облицей, что ли, была. Сейчас она прям хорошо подтягивается. Я прям это вижу, реально. Так что, девочки, все в ваших руках, поверьте, все в ваших руках. Самое главное просто начать и не сдаваться. Не будет сразу, с первого раза. Знаете, что вы там три дня поели, правильного питания, встали на весе, у вас отвес минус 2 килограмма. Нет. Отвес может долго, девчонки, не быть долго. Потому что, если вы ели, всегда положено, ну, как вы хотели. И когда организм видит, что что-то не то, он начинает задерживать вот эти вот все свои запасы, потому что он переживает. Вдруг будет голодовка. Ну, вам нужно продолжать в том же духе не сдаваться. И поверьте, все обязательно получится. Самое главное просто не сдаваться. И все. Вот так. Все, все буду. Это я у меня тоник вот такой же от решебу есть, который типа способствует тому, чтобы волосы стали расти. Но, честно, не заметила. Но все равно надо пользоваться. А вот что-нибудь, где-нибудь и пробудится, какие-нибудь луковицы. Надо не сдаваться, короче. Надо быть бойцом. и идти до конца. Так что, девчонки, все в ваших руках. Все, я волосы вложила быстренько прям. Вот. Налепила патчи под глаза. Сейчас буду делать себе завтрак. А на завтрак у меня будет лепешечка. Вот видите, сейчас красные вот эти. Вот они сейчас пройдут. у меня на завтрак, как я и говорила, вот лепешечка с курочкой, с зеленью, с сыром, помидор свой собственный. Кто лежит на халате? Кто лежит на халате? Лиза? Чего ты трясешься? Так, и у меня кофе тут. Девчонки, я вам не показывала несколько своих новых покупок косметических. Это вот такой вот, как он, господи, скажет, консилер от Элия. Сейчас я вам продемонстрирую, как он хорошо перекрывает. Я вот так вот эти пятнышки тоже замазываю. Скоро они у меня исчезнут и будет у меня красота. Я вот так прямо наношу и оставляю на какое-то время. Вот. Хочу, кстати, провести небольшой конкурс для вас. Он будет проходить в Телеграме. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Рандомным образом определим победителя. Потом покажу, что буду разыгрывать. Вот у меня косметические средства. Как косметические средства. Короче, будет мой любимый набор. Вот такой. Бьюти-блендера. и я вам еще положу масло для загара, которое мне очень нравится. И какой-нибудь еще презент от меня лично. Так. Вот, смотрите. Видите, он как хорошо перекрывает. У меня всегда лицо с плечем кожа. Основное, тело. Ну, потому что лицо всегда солнцезащиткой с просто гном-стопинг. Так, дальше. Я теперь еще из нового. Это вот такой румяна, тоже отеля. У меня были вот эти розовые. Для меня очень светлые. это 0,1 оттенок. И я взяла 0,4. Он прям, знаете, такой красивый оттенок. Вот, видите, он такой припыленная такая роза. Смотрится он прям здорово. На коже здесь, конечно, темное, не очень видно. А на лице хорошо. Я буду с собой использовать. Так. Беру я вот этот вот BB-крем. Кстати, знаете, сказать, что я от него в восторге. Ну, как бы не стоит он этих денег, которые он стоил около двух тысяч. Это вот какая-то там звезда наша выпустила. Вот так. Hello Beauty. Вот. Я бы не сказала, что он прям такой офигенный, что нужно срочно всем его купить. Смотрите, что ты так кашляешь? Алло. Сейчас, короче, наношу. У нас дождь-то идет и не идет. Вообще погода просто жесть. Так вот распределяю. Ух ты! Вот видите, как кашляет. Что-нибудь что-то от кашля давать. у нас, короче, у нас как акклиматизация после моря приехали, называется. Так вот ручками все распределила. На камере светлее, конечно, все это смотрится, чем вживую. Так, и все припудрим пудрой, чтобы хоть был вид приличный. Чтобы не пугать людей, да? Так, любимейший БАМ гель для бровей. Он прям очень крутой, девочки. Прям вот реально он очень-очень крутой. Проходите в Телеграм, ищите и покупайте. Кто из моего города в бьюти-бар идем и покупаем. Он прям правда классный. так не знаешь, как одеться. Что за погода, за дрянь? Такая вот красота у нас девочки с вами тут вырисовывается. Так, и румяшки. А, румяшки еще же нужно. Бронзер мой вот этот тут скоро будет дырка там. Решила себя сегодня привести в порядок. Вчера провалялась целый день дома с температурой 37,2. Сегодня тоже, знаете, пошла заниматься, думаю, 40 минут занимаюсь дома. 20 минут смогла позаниматься и все тяжко дождь. И румяшки я прям беру вот так и пальчиком распределяю. не забываю вот так вот прям хорошо. Видите, вот эти прям мне подходят и мне очень нравятся. Знаете, они очень хорошо распределяются. есть от шик, если вы капнули, то все, они прям как втесались в кожу и их вообще не сдвинуть. А эти прям очень такие подвижные, классные. Мне прям нравятся. Погода вообще не радует, холодало. я вчера уже вам наверное говорила, пролежалась температура с горлом. Сегодня мне немножко полегче. Сейчас поехала купить собакам корм, потому что сухой закончился. Сейчас куплю им корма и буду дома. Вообще у меня с завтрашнего дня муж в отпуске. Не знаю, куда-нибудь хочется съездить. Я, конечно, очень хочу в Питер. Но, наверное, Питер в этом году не случится. Вот. Посмотрим. Ну, навряд ли. Видите, погода никакая. блин, сегодня первые, последний точнее месяц лета, 1 августа. Все. И опять осень и зима. Блин, мы так долго ждали лета, и так быстро все это прошло. Просто вот так, дайте, по щелчку. Не знаю, сейчас опять к школе готовиться. Надо уже, мне кажется, что-то на Валбересе Матвея выбирать брюки, какие-то кофты. Я раньше все в Турции покупала. Но проблем с этим не было. Ну, как бы брюки очень были хорошего качества. Сейчас надо будет, наверное, поискать. Короче говоря, скоро опять начнется эпопея. Я в своей этой рубашке. Очень удобно, мне нравится. И хожу в велосипедке, ношу рубашку, и, в общем, вот так я и хожу по улице. Я никак не могу перестроиться, одеть какие-то брюки. Вообще не хочу ни джинсы, ни брюки, ничего не хочу. Вышли с Лизой. Ева осталась дома. Она схватила камень и побежала наверх с камнем. Я не стала ее останавливать. У нас опять дождик начинается. У нас то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. В общем, бежим. Лизон, быстрее. Бежим с тобой. У нас тут новые домики, кстати, строятся. Сейчас покажу. У нас вот здесь построили дом. Сделали забор. Я тоже хочу такого плана потом забор делать. Но немножко по-другому, конечно. Но типа такого. Это у нас как бы на будущее. плана на будущее. Потом вот здесь тоже люди сделали заезд. Сейчас покажу. Вот тоже зеленый забор сделали. Ну, забетонировали. Тоже потом мы как бы тоже хотим. Когда уже все сделается. Все наши желания, хотелки. И вот здесь строится дом. Вот такой как бы обычный домик. Ничего особенного. только что светило солнце. Голос садится. Вот. В общем-то пока я дома гуляю с собаками. Лиза, пойдем скорее. Фу, какая ткатость. Пойдем скорее, мой лизон. Если вы видели, как я сегодня с утра 20 минут тренировалась. Это было вообще жесть. Она на мне я на полу, но мне Лиза сверху. Вообще ничего не дает. Такая мамина собака, но она вообще очень любвеобильная. Просто вот что значит выращена с младенчества нами. Она все время уже сидела у меня на руках. И вот она очень любит. Очень ласковая собака. Вот. здесь у нас есть вот такой акультический символ. Мы каждый раз гуляем и ржем. Я говорю, что это значит? Вот просто вопрос. Девчонки, я довязала свою кофточку. Надо убрать нитки. Очень красиво она получилась. Такая прям вообще классная базовая кофта. Я такую хотела с вообразным вырезом. надо просто довести ее до ума, ниточки убрать и с джинсами, с юбкой, с чем угодно. Можно ее носить. Вообще прям классная. Мне очень нравится. Девчонки, тут я небольшую вам показываю тренировку. В закрытом нашем телеграм канале я каждый день девчонкам скидываю ссылки на какие-то тренировки. они не очень сложные, но вот эти знаете, вроде бы такие легкие движения, но поверьте, полчаса 40 минут час это прям классно. Потеешь с ног до головы и лишние шаги нахаживаешь. Я прям очень вам рекомендую. В ютубе огромное количество таких тренировок обязательно воспользуйтесь. Я потренировалась, девчонкам отправила послание в наш закрытый чат. в общем-то, я вас не призываю добавляться к нам в чат, я просто вам хочу сказать, что все зависит только от вас. Включайте тренировку, в ютуб огромное количество тренировок, 10 тысяч шагов, 5 тысяч шагов, там, без повторов, танцевальные, зумбы, шмомбы, что хочешь вообще. Самое главное было бы желание. Вот я занималась, потратила 250 калорий, пусть это немного, но я занималась полчаса, и утром я полчаса позанималась, просто очень сильно сушим горло. Вот, и на самом деле это очень круто добавлять в обычный свой режим, обычных шагов, еще добавлять такие тренировки, это более интенсивно, мне очень нравится, я чисто случайно тоже наткнулась на такие видео, и вы знаете, когда идет дождь, или там еще что-то, или плохая погода, да и вообще просто, вот сейчас выдлинуло солнце, прекрасная погода, я вышла на улицу, и прям круто вообще позанималась, ко мне пришла Миша, Миша, ты со мной тоже занималась? я тоже занималась, ты занималась мамой, ты такая моя умница, сейчас пойдем домой, да, ты уже просишь еду, тебе надо кормить, ты голодна, что ли? Так что, девчонки, я вам просто искренне желаю, просто вот, тот, кто желает, пожалуйста, начинайте все в ваших руках, итак, записки садовода-любителя, я заказала такие горшочки, посадила сюда толстянку, посмотрим, как она будет расти, поставлю ванну на подоконник, на второй этаж, посмотрим, что из этой пальмы будет дальше, вот, надеюсь, что все приживется, все будет прекрасно, Миша, закрыла пирог, я только поняла, что вам не снялась, сделаю пирог, такой мясной, у меня здесь фарш получается, мелко порезанная картошка, лук и фасоль я добавила, я сейчас просто так растягиваю тесто, его буду защиплять, и сделаю дырочку, вот тут вот несколько дырочек, чтоб он хорошо пропекся, моим такой мясной пирожок, знаете, его можно на ужин сделать, вот, они поедят, а у меня здесь получается вот этот фарш еще остался, с картошкой, с фасолью, я сейчас его пережарю, и сделаю себе кускус, ну, им, наверное, тоже, наверное, поедят, я не знаю, понравится, нет, вот, и вот с этим можно будет поесть, мне кажется, будет вкусно, короче, я, чтобы сильно, не заморачиваюсь по готовке, под слово, вообще, потому что, знаете, какую-то эстетику там подавать мне на это времени абсолютно нет, вот, и, честно, не хочется ее тратить только на кухню в это время, вот я сейчас так сделаю надрезики, чтобы все хорошо пропеклось, вот, здесь сейчас немножечко тоже такие дырочки, чтобы тоже это все пропекалось, сейчас смажу яйцом и посыплю кунжетиком, вот такой пирожочек отправляется в духовочку, Лиза очень любит играть с этим мячом, давай, сейчас я тебе мяч еще кину, давай, три, два, один, вперед, подожди, стой, 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 подальше, давай, тихо, соберу, 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 мой мяч, мой мяч, подожди, да подожди, так, девочки, наблюдаем, а у Матвея новое ружье, почему нет, это же игрушка, смотрите, как он он себе заказал, какой мяч какой-то там, как он называется, романский, романский, где там команда, романский, девочки, меч, тяжелый, он, если что, не заклочен, тебя не забанят, скоро YouTube закроет, бань, не бань, аккуратно, в сентябре только закроется, ты че, а, кстати, мы можем использовать такую, гольф-клюшку, давай, гольф-клюшка, Лиза, футболистка, Лиза, ты футболистка, девчонки, вот такой получился пирог, очень вкусный, же видите, начинает потихоньку отщипывать края, вот, так что быстро, очень вкусно, сытно, и прям здорово, очень вам рекомендую, это слоеное тесто обычное, вот, в принципе, можно и с дрожжевым сделать, ну, кто, как бы, заморачивается, я с этим не заморачивалась, получилось вот так, сегодня приехали в музей, Зоя называется, короче, у нас недалеко, вот, сейчас походим, посмотрим, как-то хоть немножко, время убить, то совсем погода у нас не радует, смотрите, Советский Союз, парты, какие были портфели, выходишь, такое, сразу, знаете, даже как-то страшно, дремучий лес, когда проводились, девчонки, сегодня утром на завтраке я решила своим испечь блинчики, у меня тут параллельно варился суп, я жарила блины, блины жарю, у меня, знаете, рецепт вообще просто, три яйца, молоко, кипяток, и мука, чуть-чуть соли, немножко сахара, потому что мои дети не очень любят сладкие блины, то есть они любят такие нейтральные, вот, и в принципе очень быстренько пожарила, они с удовольствием поели, а потом, знаете, остапа понесло, я нашла в холодильнике, что у меня залежались баклажаны, и подумала, так, надо быстренько сварганить, ну, рагу, сначала я пережаривала лук, морковку, чеснок, вот, чтобы, знаете, как бы они стали помягче и получше, вот, короче, пока все это дело у меня пережаривается, я параллельно резала баклажаны, так, дальше в зажарку, где лук, чеснок и морковка, я добавляю перчик, у меня был один, красный, ну, как бы все овощи, которые были в холодильнике, я решила их использовать, тоже, как бы немножечко все это дело обжариваю, и параллельно я резала томат, солю, перчу, добавляю любимые специи, я, девчонки, вообще очень люблю разные специи, сюда я добавила кинзу, добавила, у меня есть специи томат, томат с чем-то, не помню, тоже очень вкусно, в общем-то, всякие разные специи, на ваше усмотрение, на ваш вкус, я люблю, мне очень нравится, когда блюда вот пахнут такими вкусными, различными специями, чесночок, также я еще добавила зиру, сюда я сейчас буду добавить, добавила я уже сюда томат мелкопорезанный, и добавляю баклажаны, все это дело я тушу на медленном огне, я, знаете, еще добавляю всегда в такую рагу немножечко воды, чтобы вот такая вот случилась, знаете, однородная масса, чтобы было вот очень-очень вкусно, и реально получилось безумно вкусно, так как я не ем ни макароны, ни рис, ничего такого я не ем, для меня это идеальный гарнир, я что-то вообще забыла про такую рагу, сейчас с огромным удовольствием буду его делать. Девчонки, сделала небольшое количество блинчиков, сейчас Даня еще спит, но это именно покушает, у нас из Турции же привозили вот такие вот варенья, шоколадная паста и мед, все, что он захочет, сейчас поест. У меня здесь уже сварились щи, просто обычные щи с капустой, очень получились вкусные, я, знаете, люблю, когда они еще сейчас настоятся, сейчас я укропчик туда еще порежу, вот, я немножко приболела, и тушу здесь овощную рагу, вот, буду уже потом отдыхать. Так, девчонки, я, в общем-то, все наготовила, приготовила, сейчас пойду мазал их с кремом, пойду это все смывать, у меня сегодня в планах постирать шторы на первом этаже везде, ну, вот здесь кухня, и вот эти большие окна. Мужа попросил, у нас есть белая краска, чтобы он прокрасил, он сейчас в отпуске, вот ту стену, вот эту вот, и, скорее всего, я куплю такое же стекло туда, вот сюда вот, посмотрим сейчас. Ну, пусть он мне все прокрасит, там, знаете, остались какие-то пятнышки, когда вот готовишься, все равно, ну, они не отмываются, вот, попросила, чтобы сделал. Погода у нас вообще кошмар, 18 градусов, пасмурно, мы хотели куда-нибудь съездить на пару дней, ну, не знаю, куда, с такой погодой вообще, ну, везде такая погода, смысл куда-то уезжать, чтобы быть в холоде, в дожде, мне как-то не особо хочется, вот, так, пылесос у меня сейчас проехал, все тут поднял, я все думаю по поводу вот этой шторы, мне она надоела, мне хочется что-то поменять, знаете, хочется типа такой, как римской, что ли, шторы сделать, ну, не знаю, я кое-что нашла на Валберес, но стоит, так что непонятно, еще сейчас, попозже поедем с Матвеем на Валберес, уже потихоньку к школе собираться, я заказала ему несколько брюк, рубашки, посмотрим, померяем, что подойдет, что ему понравится, надо уже будет, ну, потихоньку покупать, потому что потом все сразу одним скопом, это, знаете, сейчас начнется дурдом, просто, а то размеров не будет, то еще чего-то, и я решила заранее, так же все буду заказывать и тетрадки, все через ВВ, так удобно, заказала, забрала и забыл, да, Лиза, у Лизы сегодня связь с антенной, с космосом, у нее антенна сегодня, на голове, я ей косичку заплела, да, Лиза, ой, мать, задевается над тобой, у меня вот эти штаны не очень, или хотя они тоже не очень, давай вот эти еще померяешь, вот эти брюки получше, другие, мне нравятся, видите, они тут такие, как бы с такими штучками, прям классно, о, смотри, какой-то стильный, и рубашка вот эта мне нравится, у меня только пиджак остался, у меня пиджачок купил, так, это мальчонки, я купила такую форму для льда, сюда положила мяту, вот, сейчас залью все это водичкой, и будет у меня такой лед, с мятой, у нас тут практически все шторы уже постираны, Дима мне помогает, осталось вот это, вот, так что все прям чистенько, помыли, сейчас я буду есть творог, сестра привезла, господи скажи, не скорей ли, чернику, сами собирали, я сейчас буду это все есть, это очень вкусно, вот, прибаливаю, блин, вообще, жесть какая-то, такие были планы, теперь все пошло по одному месту, девчонки, сейчас едем в Лерой, хотим посмотреть, краску для лестницы, но такой, который мы красили, ее уже нет, это была французская краска, еще до периода, спецоперации, мы ее тогда покупали, было две штуки, вот, а теперь ее, к сожалению, вот точнее, она есть, но нет того оттенка, который у нас покрашена лестницей, есть, в интернете я нашла, только нет такого оттенка, не у Леруа, в интернете, нет такого оттенка, у нас Прованс, вот этот вот, красивый такой оттенок, а там везде, либо есть графит, очень темный, либо прям белый, вот сейчас взяли, у нас оставалась эта банка, что посмотрим, может быть, если нам смогут заколеровать ее, ну, примерно, найти вот такой цвет, мы бы покрасили лестницу, потому что время прошло, два года, да, почти больше, наверное, вот, и ступеньки, они, знаете, так немножко, как бы, ну, ходишь постоянно, они как затерлись, надо бы обновить, так что сейчас поедем, посмотрим, еще хотела горшки посмотреть, и для цветов, тоже посмотрю, что там, и Дима придумала новое занятие, сделать полочки, покажу вам, девчонки, смотрите, такая есть циновка, думаю, возле двери сделать, слушай, вот такую циновку, она, ее можно возле двери сделать, вообще, ну, входной, она не промокает, ничего, или, 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 или знаешь, куда можно постелить, где этот, коврик такой, где, скажи мне, клокон у нас, ну-ка, попробуй развернись, в чем получается, маленький, да, ничего, с дорожки, не, это маленький, а, это прям такой большой, ладно, в другой раз, так, мы ищем, краска нам нужна для пола, я знаю, что есть вот такая, диолокс для пола, для потолка, для потолка, для потолка, но это вообще не подходит ни один, зеленый, так, это вот это вот, 46,56, вот у нас наши похожи, будем брать в такой диолокс, девочки, я как вспомню, вот это все, сколько мы тут времени проводили, о, глянцевая, какой цвет, синий, голубой, так, что еще тут, вон, Матвей хотел Пушкину разрисовать, глянцевый металлик, если бы не показалось, вчера он Пушкина себе собрал фигурку, хотим найти вот такое крепление, мы не можем найти, вот это крепление тоже симпатичное, но вот это, конечно, удобно, для него нет нигде, собаки, вот они есть, вот это есть, и вот это есть, и того нет, вот такое, вот сюда ты полку ставишь, но это в бока не будет, она у нас и так вот, ну оно там, в принципе, оно нам просто нужно для, да, и все, а вот это что, ну, значит, обычное, девчонки, ну вот так вот, мне делают полочки, сейчас он приедет, и сюда можно будет что-то ставить, место это как раз будет, надо будет дальше, наверное, тоже так сделать, чик-чик-чик, все, здесь шторы не видно будет, если что-то даже где-то как-то, очень здорово, Кати мячик, давай, молодец, мой молодец, цирковая собака, давай, давай, Кати, Кати мячик, Кати, давай, Кати мячик, давай, будем играться с тобой, будем, одна с мечом, вторая с камнем, ну, давай, 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 Ев, Ева, все, девочки, на этом, всем пока, с хриф, у нас, взрыва, сахарчивать, но нужна, это, ιά주 to, говори, самое,